Милёша Айтуганова, журналист. Вот одна из тенденций современного музыкального творчества это обращение к этнике, к этнической музыке. Скажите, пожалуйста, к этнике, обращение к этнике, этнической музыке. И у нас сегодня в Татарстане, вот буквально последние 2-3 месяца, идёт очень большой спор такой внутри республики, куда двигаться нашей национальной музыке. Как Вы считаете, насколько это вообще серьёзно для нации, для этноса развивать свою этническую музыку, этническую составляющую? Я думаю, что это чрезвычайно серьёзная задача развивать именно национальный язык, именно национальную культуру, потому что не существует культуры унифицированной, не существует культуры, которая бы отказалась от этнических своих основ. Это очень важная задача современных композиторов Татарстана дальше развивать свой свойственный им, природно свойственный им язык. Хотя надо сказать, что этот язык обогащается, постоянно обогащается всеми другими влияниями, влиянием других этносов, например, Мордовского или Чувашского, Марийского. И надо сказать, не только вот эти этносы, которые географически рядом находятся. Я заметила влияние также и из Китая, из Японии, из Кореи. То есть сейчас мы живём в общем глобализированном мире, это факт. Мы уже не рассматриваем себя так, как древние греки рассматривали себя в масштабах Средиземного моря. Каждый человек рассматривает себя сейчас в масштабах всего глобуса, это факт. После того, как человек изобрёл колесо, мотор и интернет, с тех пор мы живём в глобализированном мире, с этим приходится считаться. Но что касается культуры, культуры этого глобуса, вот здесь большая проблема. И нужно отчётливо понимать, что не бывает культуры, которая была бы унифицирована, глобализирована, вот это самое важное, нужно понимать. И все влияния, которые идут от соседей, от соседних стран, от другого материка, от противоположной части Земли, это всё можно впитывать в себя, но с целью обогащения культуры. Субтитры создавал DimaTorzok